Доброго трямса, друзья! Добро пожаловать на канал Андрея Грини и в игру Don't Starve. И, к сожалению или к счастью, у нас не будет продолжения по DS, по классике. Мы будем играть на корабликах. Да, острова мне как-то нравятся больше. Мне всегда нравилась морская тематика, так что давайте начинать. Первый мы сейв не будем трогать, открываем второй и запускаем новую игру. Поехали, ребята! Также я решил добавить в игру музыку. Ну, во всяком случае, там, где она должна быть, пускай она будет. Да, морская тематика меня привлекает как-то намного больше, так что начинаем мы здесь, на острове. Ну и с чего, собственно говоря, начнем? Естественно, со сбора ресурсов. Я собираюсь задержаться как минимум на 1-2 дня на этом острове. Вообще, на самом деле, я не совсем знаю, чем мне грозит более поздний срок игры. То есть тут, как я понимаю, есть сезоны, есть всякие бури, ураганы и прочая фигня. И чем мне это все угрожает, я пока, честно говоря, не в курсе. Так, давайте собираем травушку-муравушку. Собираем все. Ну, сомневаюсь, что мне повезет с золотом на первом же острове. Так что, скорее всего, нам придется отправляться куда-то дальше. Так, ракушки давай тоже заберем. Забираем кремний вот этот вот. Мы с него сначала сделаем кирку, а потом уже все остальное. То есть я не буду начинать с топора, который... Так, улиточки нам тоже пригодятся. Еда лишней не бывает. Ягодки, ягодки, ягодки. Приятного мне аппетита в будущем. Так, и цветочки, естественно. Как я понимаю, из цветочков можно собрать прикольный такой ништячок на голову, который будет повышать спокойствие или что-то типа того. Чтобы не свихнуться, надо надеть на голову букет из роз. Так, собираем цветочки. Надо 12 штук, если не ошибаюсь. 11. Ягодки, естественно. И 12-й цветочек. Thank you very much. Ну что, можем сделать? Да, можем. Венок. Главное, чтобы не посмертный. Могу сделать кирку? Да, могу сделать. Окей. Теперь можно добывать камни. Почему так? Потому что иногда флинта не хватает. И, соответственно, мы не можем сделать другой инструмент. То есть я предпочитаю сделать сначала кирку, и потом, если вот найду вот такой вот камушек, то с него мы добудем как раз нужное количество флинта. Есть контакт. Отлично. И сера тоже до кучи. Еще давайте еды. Так. Давайте топорик сделаем. На первый слот положим. Это все перекладываем так, чтобы это было поудобнее. Вообще надо сделать рюкзачок, конечно. А для начала... Так, подожди. Не могу сделать... Нет, не могу. Нужны палочки. Чтобы ломать ящики, нам нужно сделать себе молоток. И молотком мы будем расфигачивать эти ящики, получать много ништяков, которые лежат внутри. Пока продолжаем собирать ресурсы. Ракушки. С них я хочу сделать в будущем доспехи. И вот они, палочки. Сейчас, соответственно, я смогу себе сделать... Да. Молот есть. Молот есть. Значит, можно ломать ящики и прочие паруса там, корабли и другие объекты. В общем, все, что найдем, все можно будет сломать при помощи молота. Так, давай. Камошек добываем. Нам надо много флинта. И камень, кстати, нам тоже, собственно, пригодится. Вот сера. Я не знаю, на что нужна. Вы вообще советуйте мне, пожалуйста, по игре, потому что я в ней далеко не спец. Так, давай ящик разломаем. Досочку забираем. Бутылочку пока оставим. Она нам не нужна. Ну, по крайней мере, на данном этапе. Еще немножечко моллюсков. Я вообще их очень люблю. Морепродукты. Это наше все. Так вот, о чем я. О том, что мне нужны ваши советы. Я не знаю, в какую степь мне развиваться. Я немножечко за серией, за кадром поиграл. Просто, чтобы понять, что же я хочу, на какой версии игры я хочу играть и так далее. Но, честно, если смотреть дальше самых простейших предметов, которые крафтятся из золота, я не знаю, куда нам идти. И не знаю, куда нам податься. Во что развиваться и зачем, самое главное. Так, эти камни мы трогать пока не будем, потому что из них выпадает только простой камень, как я понимаю. А нам нужен, в первую очередь, флинт. То есть, если и будем долбать камни, то только другого плана, из которых выпадает флинтецкий. Так, ну и пора, наверное, нам... Блин, сейчас бы кокос на голову не получить. Пора нам немножечко дерева нафигачить. Заодно пальмовых листьев. Из которых можно будет сделать себе один очень полезный ништячок. Нам, в принципе, нужно много дерева, нужно много пальмовых листьев. Ну и кокосы лишними не будут, потому что они довольно долго хранятся в инвентаре, в отличие от всей остальной еды. Да, на этом острове, по ходу дела, я задержусь, потому что остров не маленький. И надо его весь обобрать, собрать максимум ресурсов, сделать некоторые запасы по той же самой траве, допустим. Чтобы потом к ним не возвращаться. Потому что трава у нас потом пойдет на веревки. Соответственно, ее надо будет много, потому что одна веревка это сколько, три травы, что ли? Или что-то типа того. И у нас вроде как уже достаточно. Сейчас посмотрим. Можем сделать? Да, пальмовый рюкзачок у нас имеется. Давайте мы в него сейчас переложим камушек, во-первых. Во-вторых, что мы туда переложим? Давайте серу туда же переложим. Или селитру, или что там такое. Или ракушки, естественно. Ну а мы продолжаем изучать остров и собирать ресурсы. Чтобы потом не пришлось... Так, подожди. Давай-ка мы сделаем мачете. И надо нам вот еще лозу добыть. Она тоже идет для множества различных крафтов. Так что лоза тоже вещь полезная. Добываем. Песок я пока добывать... Ой-ой-ой-ой-ой. У нас, кажется, начинает темнеть. Значит, скоро надо будет обустраиваться на ночлег. Я, честно говоря, не очень люблю бегать ночами. Поэтому мы лучше переждем. Сейчас пока пособираем тут ресурсы. Так, молоток. Досочки. Досочки нам пойдут на... На что там? На лодку, во-первых. Да и много на какие крафты. Тот же сундук тоже крафтится из досок. Так что дерево и доски, в частности, нам очень-очень полезны. И травы у нас уже целых 25 штук. То бишь почти 10 веревок. На самом деле, нифига не густо. Ну и, как мне кажется, пора нам располагаться на ночлег. Пожарить еды и переждать ночь. И, короче, все эти ужасы, все это надо переждать. С добрым утром, друзья. У нас второй день. На самом деле, я больше 10 дней-то в этой игре пока еще не проживал. Так что посмотрим, чем дело закончится в этот раз. Будем надеяться, что благодаря вашим советам и моей смекалке, естественно, особенно моей смекалке, я проживу 11, да. Нет, проживу подольше. На самом деле, у меня цель сейчас простая. Я хочу найти вулкан. Ну, вообще, цель, конечно, нифига не простая, но я действительно хочу найти вулкан, потому что там много ресурсов, там есть и золото, там... Ну, короче говоря, там есть все для того, чтобы жить долго и счастливо. Блин, уже все. Трава не помещается в инвентарь. Полный стак мы собрали. И веревки я пока делать не умею, поэтому придется ее выкинуть нафиг. Давайте пока лозы порубим. И еще надо, наверное... Да, наверное, бамбук надо тоже порубить в запас, потому что, черт его знает, может быть, найду какой-то остров, на котором не будет этого долбанного бамбука. Кстати, скажите мне такую штуку. Имеет ли смысл пересаживать растения? И через сколько они вырастают? Если мы, допустим, где-то что-то выкопали и посадили где-нибудь у себя. И есть ли разница, в каком биоме сажать растения? То есть, если я, допустим, выкопал лозу и хочу ее пересадить, ей нужен обязательно такой же биом? Или можно в какой-то другой? Очень мне вот нужны советы по данной тематике. Короче, да, остров довольно-таки большой, но золота, естественно, я на нем не нашел. Ну, кто бы сомневался. На самом деле, я вот стартовал пару игр. Как я уже говорил, максимум там я проживал около 10 дней. Так вот, стартовал несколько игр, и ни в одной на начальном острове я золота не находил. Так что, я думаю, это сделано специально, чтобы люди сваливали с островов и как можно раньше выходили в лодки, в плоты и во все остальное. Так, у нас где-то здесь есть парус, который нам надо обязательно найти. Где он тут у нас имеется? Где-то, где-то здесь, да. Здесь я стартовал, поэтому вот кто-то здесь собирал траву, кто бы... А, вот он, вот он парус. Значит, его надо обязательно разобрать путем нахлобучивания кувалдой, и мы получаем ремонтный комплект. Вещь незаменимая в дальних плаваниях. Так, это давай мы тоже разберем. Здесь у нас бревнышки. Блин, почему не доски, непонятно. Ну, здесь тоже у нас, к сожалению, только бревнышка. А вот здесь вот, скорее всего, будет доска. Да, доска и веревка. Блин, веревку надо обязательно забрать. Хотя, с другой стороны... Черт побери! Жадность фраера погубит. Так, давайте вот съедим готовых моллюсков, вот эти блюдечки, и вместо них мы возьмем веревку. Потому что она нам пригодится в крафтах. Хотя, с другой стороны, я уже собрал такую хреновую тучу травы, что, по идее, могу сделать этих веревок хоть обмазывайся. Так, давай, добудем камень. У нас еще, блин, полострова. То есть, я отсюда уплыву, я чувствую, не раньше 3-4 дня. Потому что я еще полострова не исследовал. А тут наверняка есть что-нибудь полезное. Кстати, мод на мини-карту просто не заменим, потому что, во всяком случае, не приходится открывать постоянно карту через тап и смотреть, закончилась у нас уже зона. Или там еще что-то где-то есть. То есть, по мини-карте сразу же понятно, что можно сворачивать в сторону, потому что остров в данном месте закончился. Продолжаем собирать моллюсков, ракушки, палочки, естественно. Вот палочек, кстати, надо побольше собрать, потому что они иногда бывают в дефиците. Я один трай, кстати, загубил. Именно потому что я как-то так... Опаньки. Красавчик какой стоит. Ну ладно. В общем, я каким-то образом так... Сделал себе кирку. Собрал флинта, все нормально. А палочек нету. То есть, на острове реально было, по-моему, две палочки всего. И я без топора вечером. И до свидания, короче. Так, ребята. Мне кажется, нам надо где-то обосноваться. Где-то сделать костерчик. И переждать ночную бурю. Так, подожди. Все, что ли? Ракушки у нас уже не помещаются. Ладно. Давайте хотя бы досок добудем. Нет, бутылка нам тоже не нужна. Вообще, ребята, не поступайте как я. Не надо на пляжах разбрасываться бутылками. Не надо загрязнять окружающую среду. Ее и без нас с вами прекрасно загрязнят. Предлагаю расположиться здесь. Нам будет чем заняться, пока не наступит утро. Я могу тут, к примеру, вот эти деревья порубить все в капусту. Ну, вообще, ночь в игре это такое время для крафта. Я обычно останавливаюсь в какой-нибудь рощице или еще где-то, вот, где можно поставить костерчик. И пока костерчик горит, пока у нас окончательно не стемнеет, можно заняться вырубанием вокруг леса, добычей камня и приготовлением еды. Так, давай подбросим немножечко еще в огонь. Да, кстати, вот с подбрасыванием это, конечно, жесть. Я тут как-то доподбрасывался, что у меня вокруг весь лес загорелся. Я вообще был в полном ужасе. А еще я как-то решил порубить кокосов рядом с костром. Ну, вы понимаете, чем это дело закончилось. Больше я кокосы рядом с костром не рублю. И с добрым утром, ребята. Третий день у нас. Три дня я уже выживаю. Это практически рекорд. Да, ну, я один раз дожил до десятого дня. Честно скажу. Всего один раз. Да, я вот такой лошара. Так, нет уж, змея. Извини, прости, до свидания. Спасибо большое. Правда, ничего не дали, даже шкуру не дали. Ну, что за дичь вообще? В общем, чуть-чуть нам осталось тут совершенно досмотреть этот остров. Тут осталось буквально чуть-чуть берега. И можно будет уже строить плот какой-нибудь и драпать отсюда. К сожалению, кроме плота мы ничего построить не можем. Потому что золота нету. Соответственно, нам не доступны никакие другие крафты. Там лодки. Какие-нибудь парусные там и так далее. Все это нам, увы и ах, недоступно. Так что выбираем из того, что есть. И из того, что есть, я выберу бамбуковый плот. Тут написано полностью мореходный. То есть, по ходу дела, он лучше, чем деревянный плот. Хотя, честно говоря, деревянный он как-то попрочнее. На вид. Давайте соберем водоросли. Это халявная еда. Поэтому от этого я отказываться точно не буду. Все, что будем находить по дороге, все будем собирать. И надо определиться, в какую сторону нам вообще, собственно, плыть. Вообще, по идее, наверное, лучше плыть на запад. Потому что ветер у нас дует на запад. И, соответственно, можно кататься на волнах. Это нехило так ускоряет нас. И в то же время совершенно безопасно. Я вообще раньше думал, что ни с какой стороны к волне лучше не подходить. Но, оказывается, сзади, то есть по ходу движения, вполне себе можно. И таким образом можно ускориться здорово. И, судя по тому, что мне на голову насрал голубь, где-то поблизости есть берег. Да, это именно так. Где бы нам пристать? Ну, я думаю, что вот здесь вот. Я обычно стараюсь приставать где-нибудь на песочек. Потому что... Слушай, сколько здесь камня? Не люблю я, на самом деле, вот такие лесистые зоны. Особенно вот там, где пауканы. А здесь пауканы есть. В общем, да. Но, с другой стороны, смотрите, здесь много камня. И есть надежда, что среди камня будет и такой золотой с прожилочками. Соответственно, с золотом. Потому что золото это то, что нас сейчас тормозит очень сильно, да? Ну, точнее, не золото, а его, мать его, отсутствие. Ой, опять, опять это Чиполина этот хренов. Кстати, насчет Чиполина. Вот я не помню. Если рубить рядом с ним деревья, он, по-моему, начинает злиться. А если... Подожди, это же золото. Это же золото! Да, отлично. Надо освободить быстренько местечко. И можно нашкандыбать себе золотишко. Но одного-двух слитков нам будет недостаточно. Нам надо больше золота, потому что... Так, понятно. Камень нам уже тоже девать некуда. Окей, давайте попробуем найти еще слиточек золотишко. Если найдем, то будем где-то здесь и строиться, наверное. Такую первую начальную базу. Хотя, с другой стороны, может быть и нет. Может быть, я построю просто вот эту научную машину, или как она там называется. Сделаю себе рюкзачок побольше. Сделаю себе нормальную человеческую лодку. И сдрисну отсюда в направлении вулкана. Я очень хочу жить именно на вулкане. Во, есть еще. Есть еще золотишко. Есть золото. Есть порох в пороховницах. И ягоды в ягодицах. А, это из другой оперы, извините. Так, ладно. Золотишко собрали. Камень девать некуда. У меня такое ощущение, что я буду строить каменную крепость себе. Потому что камня мне что-то достать... Да ладно! Во-первых, еще золото. А, во-вторых, это же вулкан. А, мать твою, шлеп! Это то, что я иск... За исключением того, что здесь как-то дохрена пауков. Но жить мы будем, судя по всему, именно здесь. Мне нравится это место. Давайте здесь поставим большой очаг. Ой, кажется... Кажется, у нас уже проблемы. Я слышу пауков, которые что-то орут. И мне это не сильно нравится, честно говоря. Ну, коли нам предстоит драться, давайте сделаем, что ли, броню из ракушек. Она позволит немножечко понизить физический вред. Так, слушай, а это что за... Что за непонятное чудо вообще? Его как-то приручить можно или вообще использовать? У меня такое ощущение, что он от меня что-то хочет. Но это неопределенно. А вот что хочет паукан, это понятно. Звездюлей по всему телу. Так, отправляйся в ад. И отдай мне свою паутинку. Блин, черт, ее класть некуда. Ладно, полежи пока здесь. Господи, какой ты настырный балбес. Ну и? Че, оно того стоило? А паутинку я все-таки забрал. Теперь здесь полежи немножечко. Так, давай подкинем немного дров. А то сейчас у нас стемнеет. А с костерком как-то повеселее будет. Нам нужен сундучок. Давайте поставим его вот сюда. И туда уже можно будет спрятать паутинку. И что мне еще нужно? Это нормальный человеческий рюкзак. Так, подожди секундочку. Это все замечательно? Нет, надо оттуда все вещички переложить пока вот сюда вот в рюкзачок. И теперь можно его поменять на большой. А после этого забрать из рюкзака то, что нам нужно. В принципе, а что нам нужно? Кокосы, ракушки. Пускай это все лежит у нас, потому что я все равно буду это все собирать. Так что нет смысла все это разделять по разным хранилищам. Следующее, что нам нужно, это каменные блоки. Давай пару штук сделаем. Даже, наверное, да, можно переработать камень на каменные блоки. Так будет лучше. Меньше места будет занимать. Да и они нам, в принципе, сейчас понадобятся. Электрическая штуковина. Вот это то, что нам нужно. Да, правда, золота опять не хватает. Ну что такое? Иван Иваныч. Семен Семенович. Ладно, придется дождаться утра. Давайте все ненужное переложим в рюкзачок. Так, что тут еще? Лоза пускай здесь полежит. И водоросли надо пожарить. И будет чем перекусить, потому что про еду я что-то как-то подзабыл немножечко. Доспехи у нас есть. Теперь осталось сделать копьецо. Но тут надо... Так, веревочки есть. Веревочки есть. Отлично. Значит, можно сделать копье. Теперь я буду вооружен и особо опасен. Ну, вооружен-то точно, а что-то особо опасен не уверен. Ну что, пойдем посмотрим, кто у нас тут живет. Вот, меня интересуют пауканы. Надо разобраться с большинством вот этих вот ульев. Так, идите сюда. Идите сюда. А что вас так до хрена-то? Ай, блин. Слушай, мне больно. Ах ты гнида какая. Ну, затанковали, затанчили, ребят. И с этих трех шестилапых молодцев выпала всего одна паутинка. Ну, будем надеяться, что самого кокона... Ну да, с кокона выпало больше, чем с этих ребят. И главное, что теперь они здесь не живут рядом с нами. Давайте добудем еще немножечко золотишко. Оно нам пригодится, потому что нам немножечко не хватает на электрическую штуковину. Которая, в свою очередь, нам очень сильно нужна для того, чтобы сделать научную машину. Или как... Ох ты, ешкин ты, матрешкин. Да тут сразу два кокона. Так, вы будете? Вылезать, нет? Вылезайте. Алло. Ой, блин. Вылезли. Иди сюда. Дорогой, получите. Распишитесь. Еще одна паутинка. И, блин, а что вас сразу... Что по двое-то вылезают? Это нечестно. Давайте уж по-честному. Один на один. Что, засал? Засал? Не, не за... Ай, ты, блин. Бойля, между прочим. Шестилапый. Семихрен. Ну, все. Вроде бы в домике больше никак... Блин, да что ж такое. Вы что там, плодитесь почкованием, что ли? Или делением? Ну, смотри-ка. Спрятался в домик, а я пока и дом его соседа развалю. Я надеюсь... Эх ты, гаденыш, а? Я надеялся, что ты подземными ходами отсюда уйдешь. Сдохнет? Да откуда вас столько? Они совершенно точно размножаются почкованием. Мда. В мордобоях я пока еще не силен. Ну, точнее, могу стоять, бить и... И все. И отхватывать. Ладно. С этим мы вроде как разобрались. Осталось добить эти сраные коконы. И собрать свой урожай. Урожай паутинки. Спасибо огромное. Паучки. Остался последний кокон здесь. И давайте используем вот эти вот паучьи железы для того, чтобы немножечко поднять себе здоровье. Так, тут будет кто-нибудь? Смотри-ка, будет! Вы можете как-то одновременно атаковать, чтобы я мог вам сдачи давать? Не, нормально на самом деле. Пауки не такие уж сильные. Так что вполне себе можно и потанковать. Особенно, если на тебе есть бронька. А бронька у нас имеется. Хотя и не очень клевая, но не самая плохая. Так, все. Паутинки набрали целых 11 штук. И давайте добудем себе еще золотишко. Оно точно лишним не будет, потому что мне кажется, оно пригодится много на что. Кстати, такой вопрос. Имеет ли смысл делать себе золотые инструменты? Чинить, как я понимаю, их нельзя. То есть, если они раздолбаются, то надо делать новые. Со старыми ничего не сделаешь. Насколько они прочнее и вообще золото, насколько восполнимый ресурс в этой игре. Понятно, что изначально этот ресурс как бы редкий. Его надо найти, иначе без него никак. Но в дальнейшем-то как? Просто по опыту других игр могу сказать, что иногда ресурс редкий изначально. А потом его хоть обмазывайся. Вот что здесь с золотом у нас? Так, давайте, электрическая штуковина у нас готова. И теперь мы можем сделать... Нет, не можем сделать. Нам нужно дерево. Теперь нам нужны бревна. Блин, много-много бревен. Вообще, может быть, свина приручить? Вроде бы мне кто-то говорил, что здесь хорошо добывать лес со свиньями. Но пока свинтусов у нас нету, так что будем добывать по старинке. В лесу раздавался топор дровосека. Дровосек отбивался от... Кончились силы, упал дровосек. На нем, улыбаясь, сидит... Ну, вы поняли. Ну что, значит, деревьев мы с вами навалили. Теперь надо, наверное, восстановить популяцию. Интересно, насколько долго здесь растут эти самые деревья. И, да, нет ли здесь каких-то таких приколов, как в Зомбойде, что они не растут, пока ты находишься на том же острове, где ты их посадил. Ну, чёрт, теперь мы можем построить научную машину, точнее, алхимическую станцию. Научная машина у нас уже готова. Нам нужны камни. Давайте сделаем камушки. Я больше не унесу, в смысле? А, у нас полностью забит инвентарь. Надо его как-то освободить. Предлагаю выкинуть вот это семечко. Оно нам сейчас не нужно, у нас всё равно нет никаких грядок, так что... Всё, делаем, делаем алхимическую станцию. Куда бы тебя поставить? Ну, давай, постой у нас здесь. И теперь нам открыта куча нового крафта. Давайте растопим наш очаг и пожарим, что ли, бананов. Жареные бананы вообще ням-нямка прикольная. И, наконец-то, пришло время сделать лопату. Мы уже давно сидим на вулкане, но я до сих пор не сделал лопату. А здесь все вот эти кучки, они выкапываются именно лопатой. Ой, по-моему, это плохая идея, в темноте заниматься раскопками. Давайте подбросим немножко полень, чтобы стало посветлее. Вот теперь можно и покопать немного. Глядишь, сейчас и подсветку организуем. Ох, нихрена себе подсветочка! Не, ну, я не против на самом деле. Главное, близко не подходить, а то можно чуть-чуть и обжечься. Давай аккуратненько собираем вокруг камушки. Хотя можно подождать, пока он потухнет. Ай, блин, прижёгся. Блин, ненавижу обжигаться. Лучше 10 раз обрезаться, чем 1 раз обжечься. Так, вот надо было просто тупо под... Так, что за странные звуки? Что за странные звуки? Нет, давайте-ка мы подождём лучше до утра. Как я понимаю, мой мохнатый друг, ты против того, чтобы ждать до утра. Ну, тогда получи по зубам и отправляйся в ад. У нас рассвело, и, по-моему, я здесь пропустил рядом с домом ещё один кокон. Который надо бы устранить. Но сначала надо устранить этого злыня. Пойдём, пойдём его развалим нафиг? Или... или не будем? Не, не будем. В принципе, на самом деле, пауки рядом с домом, это тоже не так плохо. Это постоянный прирост паутинки. А нам нужно сейчас дерево. Причём нужно его много. Так, блин, или всё-таки развалить этот кокон? Да, давайте устраним этих подлых террористов, которые в темноте подкрадываются. И пытаются мне как-то нагадить. Всё, собрали паутинку. А вот теперь можно заниматься и деревом. Давайте глянем, что нам нужно на грибную лодку. Значит, одна доска и четыре лозы. Чё у нас здесь есть? Здесь у нас есть целая одна лоза. Да, офигенно. Ну, просто без грибной лодки как-то грустно, на самом деле. Плод очень медленный. А с грибной лодкой всё намного веселее и быстрее. Пойдём искать лозу. Ну, и дерево тоже неплохо было бы. Бамбук... ну, до кучи и бамбука порубим. Потому что он нам нужен будет на парус, насколько я помню. Там вроде бы бамбук используется. А вот и лоза. Да ещё и свинтус тут бегает. В принципе, свинтуса можно использовать по-разному. Можно попробовать его привалить и достать из него кожу свиньи, по-моему. И мясо с него, если не ошибаюсь, падает. Но завалить его не так уж и просто. Так, чё нам? Сейчас нам нужна в первую очередь лоза, чтобы сделать эту долбаную лодку. И отправиться в путешествие, исследовать, что же у нас есть в округе. Потому что остров, конечно, классный. Но его я исследовать всегда успею. А вот что у нас в округе творится, я пока не знаю. Ну, и не знаю, где у нас нефтяные месторождения. Они в этой игре вроде как тоже довольно-таки важны. Ну чё, можем мы сделать грибную лодку? Да, наконец-то можем сделать грибную лодку. Вопрос в том, ещё хватит ли мне на паруса. Сейчас мы спустим её на воду. Где тут она у нас? Вот она. Так, отличненько. Значит, лодка у нас готова. Теперь надо найти парус и посмотреть, какой именно мы можем сделать. Мне кажется, что только самый простейший. Так, кстати, подзорная труба. Кожа свиньи нужна. А вот подзорную трубу я себе очень хочу. Но для начала давайте ограничимся хотя бы парусом. На пальмовый парус нам нужна ещё лоза, которой у нас, естественно, нету. Маловато насобирал. Ну и остальные нам тоже, в принципе, недоступны. Там тоже нужны ресурсы. Окейушки, пойдём пробежимся, соберём то, что нам нужно. Хм, винт. Интересно, а для чего нужен винт вообще? Слушай, давай, давай свина попробуем одолеть. Я, честно говоря, с ними ещё не дрался. Свинтус, ты как? Ой, слушай. Ты не хочешь со мной драться, да? Ай, блин, нет, хочет. Так, свинт, так нечестно. Хорош меня бить. Нет, посмотрите, какой хитрозадый урод. Он бьёт и тут же убегает. То есть, либо ты с ним дерёшься в спарринге, что несколько больно. Э, либо, либо он от тебя убегает. Нет уж, свинтус, я тебя всё-таки догоню и превалю. Я так сказал, извиняй. Извини, прости. Так, погоди, и всё, что ли? Мне дали кусок мяса, и всё? А как насчёт свиной кожи? По ходу дела, я не умею разделывать свинтусов. Блин, зачем-то бабочку завалил. Ммм, можно, в принципе, развалить его дом. Но вдруг он нам пригодится. Через сколько-то дней он вроде бы должен там заново отреспиться. Окей, ладно, давай вернёмся к нашему предыдущему плану. Да, вернулись, отлично. Так, нам нужна новая мачете. Короче, возвращаемся к предыдущему плану. Добываем ресурсы и строим парус. Точнее, делаем, изготавливаем парус. В общем, нам нужна лоза. На всякий случай можно добыть также и бамбук. Как обычно, когда иду за лозой, всегда добываю ещё и бамбука. В запас, так сказать. Самая большая проблема, что вместе с лозой очень часто добываются змеи. Что меня совершенно не радует, потому что махаться с ними я не хочу. У меня есть другой план. Световой день и так короткий довольно-таки. И тратить его на... Так, смотрите, здесь у нас ещё пауканы есть. Ммм, в общем, надо возвращаться на базу. Слушай, а что вот это за птица всё-таки? И что с ней делать? Мне кажется, она не просто так тут бегает. Наверняка её можно как-то использовать. Или приручить, или ещё что-нибудь с ней сделать. Ну, просто очень уж у неё мимимишная моделька такая. И мне кажется, что это не просто так. Давайте разожжём огонь. Потому что скоро совсем стемнеет. И приготовим месецкий. Ну, хотя бы с паршивой свиньи, хоть мясо кусок. Да, также можно разделать кокосики. Где у нас... Где мачета-то? Ядритская сила. А вот он. Так, только отойдём от костра подальше, а то знаем мы его. Я обычно, когда разделываю кокосы, всегда что-то загорается. И теперь можно их пожарить. Только надо подкинуть ещё дровишек. И можно немножко перекусить. А то с голодом у нас есть некоторая проблема. Нет, 110, 120. Нет, всё нормально. С голодом всё хорошо. В общем-то, не бедствуем, на самом деле. Давайте всё лишнее побросаем сейчас в сундучок. И надо-таки закончить парус и отправиться в плавание. Чё там у нас по парусам-то можем сделать? Да, отлично, можем. И осталось его поставить на лодку, но это будет уже утром. Ммм, кстати, мы могли сделать тканевый парус. Оказывается, ткань-то делается из бамбука, а я-то и не знал. Давайте сейчас наделаем верёвок. Потому что если я буду бегать по разным островам, я в любом случае буду собирать траву, и пускай она у нас сразу хранится в сундуке в виде готовых верёвок, чем мы будем по 30 штук таскать в стаке. Ну, как-то это глупо. По 40, по-моему. Так, всё лишнее покидали. Сундучок. И можно идти устанавливать парус на нашу лодку. Лодка, ты где? Нам надо на неё запрыгнуть. И теперь ставим сюда парус. Отлично! Вы посмотрите, насколько, насколько выросло ЧСВ. Юлий Цезарь просто нервно курит в сторонке. Вы посмотрите на это выражение лица. И венок тоже очень в тему. Я хочу сейчас обогнуть остров, ну, заодно пособирать водоросли. И расширить, скажем так, известную нам... Блин, я не знаю как. Известную нам область, наверное. Может быть, рядом просто с берегом есть что-то действительно для нас полезное. Кстати, надо поставить будет сюда, наверное, ловушки для мидий. Но для этого, опять-таки, нужна лоза. По-моему, нужен бамбук. И, по-моему, ещё какая-то хрень. В принципе, пока никаких особо интересных вещей я вокруг острова не нашёл. К сожалению, ни коралловых рифов, ничего-то подобного здесь нету. Надо будет отгребать куда-то подальше. Может быть, вообще-то надо, по идее, искать другой остров. Потому что, как я уже говорил, этот остров я всегда успею изучить. А сейчас нам надо найти другие территории с ресурсами, которые можно будет скоммуниздить. К примеру, мне надо найти остров с пальмами. Ещё какой-то. Чтобы натырить оттуда кокосов, которые долго хранятся. И заодно и древесины. Хотя, походу, на нашем острове тоже есть пальмы. Вот, я иду вдоль южной оконечности. И здесь, походу, дело, есть ещё деревня свинов. Так, есть ещё у нас ули. И, кстати, что делать с пчёлами? Их, как я понимаю, надо убивать. Но это может быть опасно для жизни. Первая моя смерть в этой игре... Ну, не считая того, что я когда-то играл... Опаньки, подожди, здесь... Здесь ещё один маленький островок. Короче, первая моя смерть была именно от пчёл. Я решил ударить улей. Улей ударил меня в ответ шестью пчёлами. Это было, короче, больно и обидно. Да, я прожил в результате, получается, полтора дня. Сейчас мы оплывём этот островок. Пособираем здесь немножко водорослей. И, наверное, на него высадимся. Да, давайте лучше высадимся сразу. Посмотрим, что эта земля нам подкинет. Ну, можно теперь опять собирать травушку. Но начнём мы, наверное, всё-таки с кокосовой пальмы. Потому что, да, запасы еды надо делать. У нас есть, конечно, водоросли, халявная еда. Но всё-таки кокосы, как я уже сказал, очень удобные. Они, во-первых, хранятся долго. Во-вторых, у них есть, по-моему, там три стадии... Не три стадии. Три... Ну да, как это? Цельный кокос, половинка кокоса, жареный кокос. И если у вас подгнивает кокос, вы его разделываете пополам, у вас его прочность становится больше. Жарите, соответственно, ещё больше. В этом деле главное не отгрести кокосом по голове. Потому что, ну, 10 хп всё-таки, как минимум. По-моему, даже больше. Ну, давайте травушку-муравушку мы тоже будем с вами собирать. Потому что я уже поиздержался, по ней надо снова восполнить наш стак. Лучше собирать все эти ресурсы где-то не рядом с домом, чтобы дома, так сказать, оставались запасы стратегические. Так, смотрите, здесь опять свины. Ммм, знаете что? Надо попробовать, по-моему, развалить дом свиньи. Может быть, таким образом мы раздобудем нужные материалы. Так, и песочка давайте подкопаем. Пока свин нас не убил за свой дом, пригодится. А вот бегать с факелом по острову такое себе. Темно, как в шопе у негра. И ни черташинки вообще не видно. Я обычно этим не занимаюсь. Тут просто решил сэкономить время. Пособирать травушку и палочки с факелом. Но, честно говоря, уже думаю, что это не очень хорошая затея. Лучше просто подождать. Хотя, с другой стороны, тратить время, может быть, тоже не очень верно. Ладно, нафиг с пляжа. Поехали в сторону дома. По дороге пособираем водорослей. И надо, в принципе, отвезти уже ресурсы на базу и заняться крафтом. Да, и серию заканчивать уже, наверное, пора. Я, честно говоря, не знаю, как это все будет монтироваться. Какой будет хронометраж и сколько будет вырезаться. Поэтому боюсь ошибиться, чтобы серия не получилась слишком длинной или слишком короткой. Вроде бы больше здесь ничего нет. Сейчас посмотрим, может быть, еще чуть-чуть водорослей. Ммм, подождите, все-таки дом свиньи. Дом свиньи и вот эта вот непонятная утка. Да, давайте, давайте все-таки развалим этот дом. Тем более, что свина мы убили вроде как. Подожди, в смысле? Там был второй свин какой-то. Но, с другой стороны, кожу я таки достал. А это значит, что мы сможем с вами сделать себе подзорную трубу. В общем, если вам понравилось это видео, если вы хотите продолжения, то обязательно ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Заходите ко мне в группу ВКонтакте, на стримы. Везде буду рад вас видеть. Везде буду рад с вами пообщаться. Ну, а с вами был Гринни. Всего доброго. Всем пока и отличного настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok